1 сентября в Минске в Государственном музее истории белорусской литературы откроется временная экспозиция под названием «Нация книг». Это событие посвящено 500-летию белорусского книгопечатания. В нем наряду с Министерством культуры и Национальной библиотекой участвует музей истории Могилева. Каким образом? Рассказать про это мы пригласили в студию программы «Днями» директора Музея истории Могилева Алексея Батюкова. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Итак, что за выставка открывается в столичном музее и что на ней представит наш музей? Инициатором этой выставы выступила установа Державный музей истории белорусской литературы, у особи директора Дмитрия Яцкевича. Их идея заключалась тем, как подзначиться на часовые две такие подзеи, которые отбылись в истории Беларуси, как 500-годзе белорусская книга «Друкование» и 5-годзе вертання статута на Беларусь. А что за такое название «Нация книг»? Откуда оно? Ну, а наша нация, она, в принципе, выросла с книжной культуры. Она, в принципе, на ее и выхавалась у початку 20-го ста годзе. Поэтому у нее, само собой, возникла такая формулировка «Нация книг». А сегодня мы «Нация книг» продолжаем читать? Мы уже «Нация интернета». Тогда это до всей нации уже интернет, да? Да, конечно. А скажите, вот что повезем туда, в Минск? Что покажем? Чем удивим? Там будут наши основные книжные редкости. Это будут книги «Могилевская друкарня», «Деоптра», «Часовники», «Псалтыры», «Жития святых». Так само там будет книга Казимира Семеновича «Великом остатства артиллерии» и статут ВКЛ. Два варианта. На старой белорусской мове тот самый оригинальный статут и плюс статут 1744 года на польской мове «Конвалю». Будет складен из некоторых выданий. Вот статут ВКЛ, который поедет в Минск, да? Он был куплен, мы уже говорили, за счет краундфандинга, да? Сегодня такое модное направление, но им сейчас очень активно пользуются спортсмены. Наш музей истории Могилева планирует еще использовать эту технологию, скажем так, да? Этот способ приобретения, потому что в последнее время все-таки многие вещи были приобретены, скажем так, всем миром. Все залежит от наявности такой пропановы на рынку. Каля появляется предмет, который вельми необходим нам набыть, то, конечно, мы пойдем и на такие речи так сама. Дякуючи нашим паспяховым акциям по покупции предметов за коштусь таких грошовых скидок, мы отрымали великий резонанс и великое финансывание и подтрымку сбоку державы. Поэтому долгий час нам удавалось набывать наши предметы, не залазячи в кишенье, да, звучанного грамотянина. Сколько эти вещи вообще дорогие? Я имею в виду, сколько коллекционеры за них просят? Самая дорогая книга, с которой я працавал, але это не для музея отрымался, потому что это была не белорусская каштовность, это требовалось початку это высветлить. Это была анонимная Евангелие, Москва, 1500, ну, до Ивана Федорова. Каля 80 тысяч долларов. Но книги меньш редкие, которых на свете, ну, одинки, але яны, в принципе, шмат паутыралися, яны могут каштовать, там, 10-5 тысяч долларов. Книги, які выдавалися у 18-19 стагодзі великими накладами, яны могут каштовать до 100 долларов. Ну, если есть большой тираж, это не столь ценно уже, правильно? А каля гэта книга, наприклад, выдавалась у конца 19-20 стагодзі, то нам можна на угол нічого не каштовать. Никто нічого не заплатит за такую книгу. Скажите, вот в основном, кто принимает участие, не раскрывая имен, упаси Боже? Нет, я раскрою. Валерий Миколаевич Казаков. Это имя мы знаем, он был гостем нашей студии, он действительно помогает возвращать могилеву ценности. Много ли людей, вот просто приходит вам платеж, например, какой-то, вы видите, там, 3 рубля, кто-то взял и даже такую сумму перевел? Каля, наприклад, гэта вельми цікавый прадмет и вельми великая информационная хваля, то тады вот на статут платили за все Беларуси. Из-за мяжи. Нам приходили на переводы за мяжи, с Москвы, наприклад, с Чехии. Это беларусы? Да, и зараз у нас есть такий проект, мы хотим запустить целую серию книжных выданю у таким варианте, что люди смогут подписаться и потом набыть себе выдание. Например, гэта будуть сборник успоминов про могилев, людей, которые калесте побывали в могилеве и покинули такие подорожные нататки. Гэта нататки 18-го, 19-го с того дзю. Конечно, музеи зараз повинны перетвораться у такие свои саблевые клубы для интересов, працывать больше по интерактиву, больше давать людям помацывать, что есть там, значит, помацать, погуляться, перепонуться. Да, когда поют, когда играют. Готовься, добавляю, але готовься як приправа на основной страве, гэта як бы цамбы, ну, просто приманка. Без нее сегодня никуда без таких. Да, но музей повинен заставаться, миновитого музея, во-первых, в черву. Я вижу в глазах вашу хорошую искру, поэтому надеюсь, что все сложится. И на выставке мы тоже будем выглядеть очень достойно. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо.